МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Союз самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок. И Диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Обсуждение важнейших вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Церкви. В Москве состоялся пленум межсоборного присутствия. Свой праздник отметило российское студенчество. Татьяна День, главный храм страны, объединил представителей различных студенческих сообществ. Сощитников города и мирных жителей, погибших в дни блокады Ленинграда, помянули в городе на Неве. Церемония возложения цветов состоялась на Пискаревском мемориальном кладбище. Вспомним прошлое, возрадуемся настоящему. Архивные документы, воспоминания, фотографии. Вышел в свет новый справочник об истории Ахтубинской епархии. В год своего десятилетия высокой награды Польской Православной Церкви удостоен наш телеканал. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях. В российской столице состоялся пленум межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. По традиции, его двухдневную работу в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя возглавил святейший патриарх Кирилл. На собравшемся пленуме межсоборного присутствия обсуждался один из важнейших для Церкви документов, который касается ее внутренней жизни, самих ее основ, а именно таинства Евхаристии, участие православных христиан в принятии святого причастия. Этот документ готовился на протяжении нескольких лет и сейчас проходит дискуссию духовенства и мирян. Сколько дней нужно поститься перед причащением? Одни говорят, что нужно поститься неделю и ссылаются при этом на тексты XVIII века, XVIII века. Другие говорят, достаточно поститься три дня перед причащением. Кто-то говорит, один день перед причащением. А кто-то говорит, если люди соблюдают все установленные церковью посты, тогда вообще не надо специальных постов перед причащением. Эта речь не идет о так называемом евхаристическом посте, то есть воздержании от пищи от полуночи до момента причащения. А речь идет о том, чтобы устанавливать для человека дополнительные постные дни сверх тех, которые уже установлены в календаре. И вот текст содержит определенные формулировки, которые позволяют достичь единообразия. Документ призван сбалансировать позицию священников для того, чтобы священники имели ясное понимание того, что требуется и что можно требовать от мирян для того, чтобы они смогли принять участие в Евхаристии. Межсоборное присутствие – это совещательный орган Русской Православной Церкви, созданный в 2009 году для предварительного изучения вопросов, рассматриваемых поместным и архиерейским соборами и подготовки проектов их решений. В деятельности межсоборного присутствия его комиссий, помимо архиереев и священнослужителей, участвуют также миряне. В октябре прошлого года была проведена плановая ротация состава межсоборного присутствия его комиссий. И сейчас участники совещательного органа впервые встретились в обновленном составе. Все то, о чем я слышала раньше, сегодня я убеждаюсь воочию в том, что действительно существует здесь подлинное соборное равноправие всех возможных членов нашей Русской Православной Церкви. Совершенно верно. Мирянка может выступать перед архиереем, она может, обычная женщина, не монахинь, не игуменю, может вступать в полемику на виду Стиши Патриарха с владыкой, с митрополитом. Никто ее за это не осудит, на место не поставит. При единственном условии, что ее позиция будет подкреплена достаточными аргументами и будет нормально обоснована. Когда идут бесконечные разговоры о сращивании церкви и государства, об авторитарном устройстве нашей церкви и так далее, вот хорошо бы этих людей посадить аккуратно где-то на балкон и показать, как идет дискуссия, как батюшки вскакивают со своих мест, бегут к микрофону, чтобы они видели ситуацию, когда и миряне, и духовенство спорят со своим предстоятелем, обсуждая нюансы формулировок каких-то стилистических и смысловых поправок и вещей и так далее, это демонстрирует необычайную живость вот этого церковного организма. Выступая перед членами межсоборного присутствия, святейший патриарх Кирилл подчеркнул важную роль этого завещательного органа в содействии общецерковному управлению и призвал его представителей к активному участию в дискуссиях. Вы избраны священным синодом для того, чтобы нести особое служение, особое послушание в церкви в ближайшие годы. Кто-то стал членом присутствия, потому что имеет большой опыт церковного делания на высоких должностях. Кто-то, потому что успешно трудится на общецерковном поприще. Кто-то, не занимая видных должностей, приносит пользу на том месте, куда его поставил Бог. Это касается и священнослужителей, и монашествующих, и наших замечательных мирян, которые избраны для служения в межсоборном присутствии. После обсуждения и дискуссии, которые продолжатся и сегодня, документ о таинстве Евхаристии будет передан на рассмотрение архиерейского совещания. Оно состоится в начале февраля текущего года. Учащаяся молодежь России со всей церковью отметила Татьянин день. В день памяти святой мученицы Татьяны, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию. Впервые в этот праздник предстоятель возглавил богослужение в главном храме страны, в кафедральном соборе Храма Христа Спасителя, для того, чтобы все желающие студенты московских вузов и не только, могли вместе помолиться в день торжества, который в этом году пришелся на воскресенье. Материал Долины Ледвиной. В день памяти святой мученицы Татьяны, святейший патриарх Кирилл пригласил студентов начать свой праздник с молитвы Небесной Покровительницы. Главным центром церковных празднований в этом году впервые стал Храм Христа Спасителя. В сослужении епископата и духовенства предстоятель совершил праздничное торжественное богослужение. Тебе молимся и Тебе просим, внемли прошением нашим сердечным и не отвергай молений наших, даруй нам, особенно же, юным и учащимся. В день памяти Небесной Покровительницы Высшей Школы России, святой Татьяны, на патриархем богослужении присутствовали ректоры российских и зарубежных университетов, профессора, преподаватели и студенты светских и церковных высших учебных заведений Москвы. Прибыли студенческие делегации из других регионов страны. В богослужении приняли участие московские священники, попускники светских учебных заведений. Сегодня, в день памяти святой мученицы Татьяны, покровительницы российского студенчества, мы впервые проводим богослужение в Храме Христа Спасителя по причине очень многих просьб, которые были обращены, с тем, чтобы учащиеся различных вузов Москвы и не только Москвы могли бы вместе помолиться в этом главном храме нашей Церкви. И я радуюсь видеть более тысячи и тысячи студентов, наших добровольцев, а также профессоров и преподавателей. Совместная молитва позволила действительно назвать этот день общим студенческим праздником. Обращаясь к собравшимся с первосвятительским словом, Катриарх заметил, что те природные силы, которые заложены Господом в человека, способны подтолкнуть его на великие свершения. Но эти великие свершения и эти высочайшие высоты, будь то науки, искусства, духовной жизни, берутся только подвигом. А подвиг есть способность человека пожертвовать собой ради высшей идеи, ради веры, ради божьей правды. Предстоятель признал, что сказанное им для многих людей не является очевидной истиной. Идеал жизни части россиян связан с тем, чтобы иметь больше денег и чтобы с умом деньги тратить. Идеалом современной цивилизации является так называемый сверхчеловек. В этой связи Патриарх отметил. Невозможно стать сверхчеловеком без внутреннего подвига. Никакие тренировки в тренажерных залах не сделают человека способным на подвиг. Никакие выигрыши на популярных Сипе-Типе шоу, связанных с демонстрацией мышц, не сделают человека способным на подвиг. Эту способность Бог заложил в наше сердце и в нашу душу, в наш разум. И как важно сегодня нам не дать разрушить эту внутреннюю свою силу, подчиняясь ложным, опасным и греховным стереотипам мысли и жизни. После слов проповеди предстоятель поблагодарил молодых людей, которые стояли у истоков создания православного добровольческого движения. А тем, кто много сделал, чтобы его организовать, вручил награды. Юбилейные медали, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В Смольном соборе Санкт-Петербурга в День Святой Мученицы Татьяны состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского Студенчества и торжественному открытию юбилейного года празднования тысячелетия представления равнопостольного князя Владимира. Праздничную божественную литургию возглавил архиепископ Петерговский Амбросий, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии. Рассказывает Валерия Чистова. По традиции Татьянин день совершается в Смольном соборе, главном храме всех учебных заведений Петербурга. К началу торжеств к собору были доставлены и встречены крестным ходом три иконы, список иконы Божией Матери Зимненской, написанная на фоне специально для Петербурга. Точная копия чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы и икона мученицы Татьяны с частицей ее святых мощей. Нынешний день мученицы Татьяны стал официальным днем открытия торжеств по случаю тысячелетия представления равноапостольного князя Владимира. Архиепископ Амбросий говорил, что свет Христов просвещает всех. Так он просветил и князя Владимира крестить Русь. Так он дошел и до нас. Владыка-ректор обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко со словами поздравления и вручил награду в степени наставник молодежи. Вы уделяете большое внимание духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, зная, что только эта евангельская христианская закваска может переквасить все тесто нашего общества. В ответном слове губернатор Санкт-Петербурга отметил заслугу святого князя Владимира. С крещением Руси, с крещением великого равнопостного князя Владимира и взошло великое солнце, радостное солнце веры над нашей страной. И вот уже более тысячи лет оно светит нам ярко и ведет нас правильным путем. Тем путем, который предназначен только для нашей страны, только для нашего Отечества. И я уверен, что с этого пути мы никогда с вами не собьемся, пока живет нас вера, пока есть где нас люди, которые несут просвещение, добро и веру в народ. После богослужения состоялось награждение почетным знаком святой мученицы Татьяны в номинациях «Молодежная степень» и «Наставник молодежи» за воспитательно-педагогическую деятельность, успех в учебе и общественной деятельности. День студентов обрал в себя все самое лучшее, что есть в современной молодежи. Это физический, интеллектуальный и, конечно же, духовный потенциал. Так что же дает ребятам силы на добрые дела? Я занимаюсь волонтерством с инвалидами. И когда ты видишь радостные лица ребят, которые просто рады общаться с тобой, и, не знаю, больше других наград не нужно. Валерия Кузнецова – одна из многих студентов, которые входят в Межвузовскую ассоциацию «Покров». Другой участник ассоциации служил в алтаре в этот праздничный день. Он поделился с нами своими размышлениями о будущем. Я практически уверен, что куда бы меня в будущем не послали работать, со мной всегда будет оставаться именно тот груз, багаж знаний, который приобретен сейчас. Моя вера, безусловно. И, наверное, это мои друзья, которых мы приобретаем именно сейчас. Дружба, служба, умение жить – этому учишься не только на уроках. Курсант колледжа имени адмирала Макарова поделился размышлениями о качествах, которые присущи мужчине как опоре страны. Он должен быть в первую очередь образованным, грамотным, самоуверенным. Он должен быть патриотом. Он должен быть духовным личностным, духовным человеком. Он должен нести ответственность за свои дела. Ну и многое другое. Стремишься к этому? Конечно. Причисление к лику святых старца Паисия Святогорца к константинопольским патриархатам вызвало отклик во всем православном мире. Старец Паисий, которого отныне можно называть и преподобным Паисием Святогорцем, особенно любим и на Руси. Книги с его поучениями разошлись огромными тиражами в России Белоруссии и Украине. Тем более его почитают в Греции, где на могилу святого в день упокоения старца в прошлом году за сутки пришло более 120 тысяч человек. О почитании старца в Греции – сюжет Восточноевропейского бюро нашего телеканала. В эти дни на могилку старца Паисия, а ныне святого преподобного Паисия Святогорца, в основанной им обители сураки под салонниками, прибывают многие сотни и тысячи паломников со всего мира, в том числе много русскоязычных. У нас старец известен во многом благодаря пятитомной серии слов Паисии Святогорца, общий тираж которой значительно превысил миллион экземпляров. В Греции же Геронду Паисия многие помнят лично, ведь святой скончался только 20 лет назад. Архимандрит Ефрем Игумен Ватопеда, так же, как и многие Афаниты, утешал всех почитателей старца, кто с нетерпением ожидал официального прославления Геронды Паисия. Предполагало, что оно состоится летом 14-го года. Отец Ефрем отметил, что старец Паисия еще до причисления к лику святых был канонизирован в сердцах верующего народа, народа церкви. В этих случаях церковь только подтверждает, запечатлевает опытное переживание народа. Но он уже в наших сердцах канонизирован. Он канонизирован как большой святой нашей церкви. Отец Паисий прошел все этапы монашеской жизни. Начинал свой путь на Афоне. Восстанавливал обитель Стамионовой Пире, подвязался на Синае и вновь на Афоне. Завершил свой земной путь в основанной им женской и анно-богословской обители в Сурати. У старца Паисия был особенный дар утешать людей, говорит отец Ефрем. Я еще был студентом. И не знаю, почему у меня такая какая-то печаль, грусть была внутри. Немножко вот так похлопал по спине. Одно слово мне сказали. И сразу у меня поменяло состояние. Никогда в такую грусть больше не впадал в жизнь. Это же чудо было. Ибумния Ксения, настоятельница и сихастерия святителя Григория Паламы в Куфалии, встретила и получила благословение старца Паисия на начало своего монашеского пути. Неоднократно получала и духовные советы по управлению обителью. Без всякого переувеличения я видел, как тысячу людей ждали в монастыре в Сурати встречи и благословения старцам Паисия, чтобы решить свои проблемы и встретиться с старцем. Перед этим, как они сказали свой вопрос, он уже отвечал. Это наш батюшка, который молился за каждого человека, которого он встречал. И много раз он молился за людей, и люди, больные онкологии, которые приходили к нему, рассказывали свои проблемы, и он молил Бога, чтобы эта болезнь перешла на него. И Господь услышал его молитву, и он скончался от рака. Желаю и вам, и всем нам иметь его благословение. Материал подготовлен при содействии компании ШТМ+. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Греция. К сообщениям из России. На Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга 27 января состоялась церемония возложения цветов, посвященная 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Члены правительства, администрации города, разных городских и региональных организаций отдали дань памяти героям блокады у подножия монумента Матери Родины. Делегацию Санкт-Петербургской епархии возглавил епископ Царскосельский Маркел. Невозможно без слез вспомнить о событиях Великой Отечественной войны, одним из которых была осада Ленинграда, 900 дней блокады, 900 дней голода, страданий и холода для его жителей. Вот уже 71 год мы чтим и помним подвиг тех славных героев. Жизнь свою за веру и Отечество на поле брани положить у Господа – это достойный венец. Православная Церковь ежегодно участвует в траурной церемонии. У монумента Матери Родине священнослужители пропели «Вечную память». В шествии участвовало множество людей, от представителей государственной власти до общественных объединений. Нужно особо отметить присутствие на церемонии школ и военных училищ. Известно, что в блокадном Ленинграде проживало 400 тысяч детей. Мы побеседовали с курсантами Суворовского училища. Я испытываю гордость за своих предков. Также я испытываю уважение. Именно поэтому я нахожусь здесь, в этой форме. Я сам из Тулы. У нас в знаменитой обороне Туле участвовали мальчики, начиная с 14 лет. Мальчики, женщины. И сейчас у нас мало кто может в 14 лет пойти на фронт воевать. По-моему, только сворцы могут пойти. Мы здесь, потому что по-другому быть просто не может. Как воспитываете ваших бойцов? Вот так и воспитываем на понимание необходимости любить родину, любить свой народ, быть в готовности защищать родину. В основе лежит духовность, мораль и нравственность. Вот в этом единении, в этом варианте можно решать эту задачу обучения и воспитания. По сложившейся традиции в Петербург специально из Ульяновска приехала жительница блокадного города. Тогда ей было 9. О грустном сложно говорить. Она помнит множество умерших людей и то, что нельзя забыть – страшный голод. Мужество давало. Вы знаете, что нас в основном согревало тепло и забота взрослых людей. Люди, нас, во-первых, те, кто остались. Вот у меня мама работала на заводе «Большевик». И так как это было режимное предприятие, ее не выпускали каждый день. И сил не было ходить каждый день домой. Да, и меня определили в сад. Ясли сад круглосуточный. И вот забота вот этих вот воспитателей, нянечек, которые нас окружали, вот с нами они занимались. Валентина Николаевна приехала из делегации ветеранской организации из Ульяновска. Хотим пожелать ленинградцам мира, добра, благополучия. Дарите добрые слова. От сердца чистого дарите. И лишь любовь всегда права. И лишь любовь всегда права. Своих обидчиков простите. Дарите добрые слова. Архиепископ Курганский и Шадринский Константин осветил Богоявленский храм. Величественная церковь в Кургане была возведена не только силами простых горожан, но и при содействии министра культуры России и одного из депутатов Госдумы. Рассказывает Елена Саенко. Первое богослужение в новом храме длится несколько часов. Сначала проходит освящение великим архиерейским чином главного престола. Затем первая литургия. Глава епархии поздравил прихожан, поблагодарил тех, кто начинал и заканчивал строительство, и выразил надежду, что храм, освященный в честь покровительницы студенчества, святой Татьяны, привлечет в церковь молодежь. Потому что в этом храме великолепная гармония, прекрасная красота древности и современной технологии. Строительство Богоявленского храма началось семь лет назад, однако продвигалось с трудом. Здание достроили за девять месяцев при поддержке министра культуры России Владимира Мединского и депутата Государственной Думы Александра Ильтикова. Оба приехали на освящение. Всем, кто помогал строить храм, архиепископ вручил награды. По словам Владимира Мединского, был организован большой коллектив и недомышленников, которые вложили в строительство свои средства, но пожелали остаться неназванными. Все это было бы абсолютно невозможно, если бы не благословил нас на это дело владыка Константин. Если бы Александр Ильтиков не взял все это в свои жесткие руки. И действительно, такое большое дело за девять месяцев редко когда бывает, когда получается. Депутат Государственной Думы Александр Ильтиков признался, что строительство храма всегда сопровождается искушениями разного рода и проверкой силы духа. И тем радостнее видеть результат духовной работы в образе красивейшего на Южном Урале храма. Владыка, примите дар от всех нас, от Владимира Востиславовича, от Алексея Геннадьевича, вот эту великолепную чашу, от которой может причащаться вся Курганская область. Этот храм будет всегда наполнен прихожанами и двигать самое святое духовность и нравственность не только для жителей Кургана, но и в целом для всех жителей за Уралия. Первым настоятелем нового боговеринского храма в Кургане стал правящий архиерей. Богослужения теперь здесь будут вестись постоянно. К другим темам. Благодаря подсобному хозяйству Новосибирской епархии в селе Новошилово возрождается сельская жизнь. Накануне населенный пункт посетили высокие гости. Заместитель полупреда президента в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда и уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. Вместе с чиновниками приехал митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, рассказывают наши коллеги. Знакомство с селом началось с посещения храма в честь иконы Божьей Матери, спарительницы хлебов. О том, как росло и крепло подсобное хозяйство, как сегодня в нем живут и работают люди, рассказал митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Здесь сначала была агрофирма одна, она разорилась и передала все здесь здания, помещения и даже технику монастырю нашему, который в Козихе Михаила Архангела. Но монастырь не смог здесь справиться, предложили и партиальному управлению. Ну и мы решили попробовать, но не то, что вот просто сельским хозяйством заняться. У нас две с половиной тысячи гектаров земель, но они не все, не на всех возможно выращивать зерно. Ну и решили вот попробовать, как подворье такое хозяйство подсобное, чтобы молоко было, мясо было. И потихоньку начали, самое главное, возврат престижа сельских профессий. Мечтаем, чтобы в школе детского творчества там не только рисунками ребятишки занимались, но учились фермерскому хозяйству, как вести работу на земле. Потому что выросло новое поколение, которое не особенно в этом понимает. И уже сейчас вот человека я назначил, который будет вести занятия по пчеловодству. Это вечером в один час после школы могут ребятишки приходить, бесплатно получать такое вот образование, как вести домашнее хозяйство. Люди не уезжают в город, они знают, что они могут найти здесь работу. Поэтому деревня не умирает. Здесь вот Любовь Евгеньевна уже об этом говорила. Есть духовность, есть очаги культуры, куда можно пойти. Это и храм, это и библиотека, это и школа искусств. Поэтому я хочу сказать, что огромное спасибо. И я выражаю, просто я знаю, не выражаю уверенность, а знаю, что Россия сильна, и она сильна не только городом, она сильна деревней. Задача возрождения села – это общая наша задача, общенациональная. Церковь, конечно, она в первую очередь должна духовным миром человека заниматься, а те, кто занимается экономикой, кто занимается социальными вопросами, они должны своими. Конечно, земля, она может прокормить любого человека. Надо иметь только любовь к сельскому труду, любовь к земле и любовь к своему народу. Настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге претерей Павел Красноцветов отметил День Ангела. Судьба собора и священника переплелись 18 лет назад. Отец Павел пришел в Музей истории религии атеизма, чтобы снова сделать его Домом Божьим. Поздравила батюшку и наша съемочная группа. В Казанский собор на Невском проспекте приходят как люди верующие, так и атеисты. Туристы желают увидеть главную достопримечательность города. Паломники выстраиваются в очередь, приложиться к чудотворному образу Божьей Матери. Когда же 18 лет назад протеерей Павел Красноцветов стал настоятелем собора, Западный Нев был занят Музеем истории религии. Служить разрешалось только по воскресеньям с 9 до 11 утра, чтобы не мешать экскурсиям. Священник в пятом поколении, чья география служения простирается от Ярославля до Берлина, восстанавливал Казанский собор. В День Ангела он также предстоит перед престолом Божиим. Всегда с любовью относится ко всем к нам клирикам, всегда очень уважителен к прихожанам, очень любим и уважаем, и мы его сегодня поздравляем. Это живое предание церкви, который пережил вместе с церковью и гонения, и трудности, и преодолел это, и сохранил эту живость, эту энергию, которая, несмотря на его возраст, поражает нас вот этой силою духовную. Поздравить отца Павла, послужить с ним, приехал епископ Царскосельский Маркел, старейшие священники епархии. В День Ангела батюшка вспоминает, как впервые еще мальчиком в Омске пришел в храм. Это событие осталось в памяти как одно из самых радостных. А чтобы пронести радость через всю свою жизнь, необходимо непрестанно благодарить Господа. Благодарим всегда за все, но особенно благодарим за то, что Он нас терпит, что упрощает нам наши грехи и дает возможность еще дожить до 83 лет, молиться Богу перед престолом, каяться и готовиться к жизни вечной. Болезни уже приходят и готовят нас к отшествию в ином мир. И мы готовимся и ждем этого с любовью, с терпением, надеждой на Бога. У отца Павла трое детей, шестеро внуков, которые тоже приехали поздравить главу семьи с праздником. Каждый год, который мы проходим, который мы проживаем вместе со своими родителями, с отцом и матерью, этот каждый год является для нас учебой, как детей, как сыновей и дочерей. Дедушка для меня и вообще для нашей семьи – это пример, в первую очередь, смирения. Почему смирение? Потому что, прожив такую сложную и в то же время интересную жизнь, он всегда сохранял, во-первых, спокойствие, всегда любил своих детей, своих внуков, прихожан, сослуживцев, церковных служителей, всех. Редакция телеканала «Союз» присоединяется ко всем поздравлениям и желает протеерею Павлу Красноцветову многое и благая лето. 75 лет исполнилось протеерею Иоанну Макаренко, настоятелю Знаменского храма села Красный Куток Белгородской области. Поздравить батюшку собрались прихожане со всего региона, а епископ Губкинский и Грайворонский Сафроний передал настоятелю награду Святейшего Патриарха Кирилла – орден преподобного Сергия Радонежского, рассказывает Виталий Стариков. Из своих 75-ти отец Иоанн около 40 лет служит в одном из самых древних храмов Святого Белогорья – Знаменском храме Красного Кутка. И в храме, и на церковном дворе многое сделано его руками. Иоанн Макаренко был рукоположен в 1972 году. В свое время служил вместе с известным ракетянским старцем Серафимом Тяпочкиным. Своим ревностным служением снискал глубокое уважение односельчан. Батюшка очень хороший. За всех в конце любви дает, и на всех принимает. Мы его так любим, приходим к нему всегда. Служба такая, он, конечно, предан Богу. Мои дочеря, внучка маленькая, все сюда приезжают именно к нему. Это образец любви к Богу, образец служения к Богу. Пастырь, настоящий пастырь, который ведет свое стадо ко спасению. В Знаменский храм на службу к отцу Иоанну приходят не только жители Красного Кутка. Здесь часто можно встретить верующих из других сел, из Борисовки, из Белгорода. Приезжают к батюшке и жители соседней Украины. Вот и на юбилей батюшке приехали многочисленные гости. Епископ Губкинский Игореворонский Сафроний вручил отцу Иоанну орден преподобного Сергия Радонежского, которым настоятель Знаменского храма награжден указом святейшего патриарха Кирилла. А глава Борисовского района Николай Давыдов вручил юбиляру медаль за заслуги перед землей Белгородской. Это ревностный пастырь, это труженик на Ниве Христовой. И мне очень приятно и отрадно, что в нашей епархии есть такие священнослужители, которые прошли разные годы жизни Церкви. Отец Иоанн бодро полон сил, и я надеюсь, что в ближайшие годы Отец Иоанн также будет продолжать свое послушание по окормлению наших верующих и по настоятельству этого храма. Правящий архиерей Губкинской епархии в сослужении духовенства совершил в честь юбиляра благодарственный молебен. Искание Бога и вечности, это вся моя жизнь, сколько мое сознание пробудилось, вот этим я вопросом занимался. И как больше началось читать книг духовный, больше радости получал. И когда меня рукоположили, как бы Господь дал такую цель, или добиться такой цели, ну, что я получил то, что я внутренне желал. Виталий Стариков, Евгений Цапков, новости мира Белогорья для телеканала «Союз». Обогреть, накормить, помочь. В северной столице представители Координационного центра помощи бездомным и людям в тяжелой жизненной ситуации отделы по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии установили палатку для бездомных горожан. Таких пунктов помощи, куда малообеспеченные граждане могут прийти, будет несколько, рассказывает Ольга Воложева. По горкам, по горкам. Это на специальной технике доставляет полевую кухню. Сотрудники МЧС Краснодардейского района Санкт-Петербурга помогают в добром деле. Разжигают огонь, варят кашу. Все это для людей, которые оказались без крыши над головой. Представители Координационного центра помощи бездомным и людям в тяжелой жизненной ситуации епархиального благотворительного отдела установили палатку для бездомных горожан. «У нас проблема очень велика, и даже наши все центры, и даже кризисный центр, который мы сейчас воплощаем в жизнь на обводном канале, это большой центр, который будет функционировать, я думаю, что уже по весне. Но мы не решим проблемы в городе в целом. По статистике у нас более 60 тысяч людей без определенного места жительства. Основная масса, больше 60% этого числа остались на улице из-за махинации в сфере недвижимости. Эти люди не знают, как, что, куда обратиться, где очень мало, кто им может помочь. Самый большой приют, который на сегодняшний день считается, есть в нашем городе, это 52 человека. Вот сравните цифры, 52 человека и 60 тысяч людей без определенного места жительства. Андрей Лобанов второй год работает в кризисном центре. Сам парень прошел трудный путь, на его судьбу выпало немало испытаний. Он не понаслышке знает, как важно, чтобы кто-то протянул руку помощи в трудную минуту. Сейчас для Андрея помогать другим – это образ жизни. И вот мы сейчас, православная церковь, вместе, совместно, вот такую с МЧС, вот эта акция, это же на самом деле хорошо. Люди будут приходить питаться, кушать, будут чувствовать тепло, добро, то есть именно непосредственно, которое исходит от людей, от церкви, от всего. То есть люди будут, наоборот, больше стараться идти в церковь и, как бы, ну, действительно поверят, что в Бог он есть. Рацион будет разнообразный, говорят сотрудники кризисного центра. А главное, что теперь люди будут знать, куда можно обратиться, где накормят. Волонтеры меня пригласили. Сказали, что у вас день готовят горячее. Вот я пришел. Спасибо, нормально. Вкусная каша, нормально. Такие палатки будут установлены по всему городу. Вскоре любой нуждающийся сможет получить горячее питание, поддержку, а те, кто отчаялся, обретут веру в лучшее, говорят организаторы. Делать добро легко. Таков девиз ресурсного центра «Семья Дмитрия Солунского» в Екатеринбурге, который организовал поездку детей из детского дома номер 7 и одной многодетной семьи на ферму при поселении Марин Ключ. Для хозяев фермы принять городских ребят и показать им, как устроена сельская жизнь, совсем не сложно. А сколько радости и полезных знаний приносит это детям. Так и каждый взрослый человек может чем-то поделиться с нуждающимися. Ирина Пономарева подробнее. Многие городские жители понятия не имеют, как ухаживать за коровой, лошадью или курами, чем их кормить, как вообще с ними обращаться. Тем более этого не знают дети, которые живут в детском доме. А ведь взаимодействие с животными – это так захватывающе для ребят. Я брал кусочки сухайки и подавал из ладошки, и она у меня прям была. Как впечатление? Хорошо. Не страшно? Немножко. А еще это полезно. Когда мальчишки и девчонки подрастут, они будут знать, что есть такой вид труда, как сельское хозяйство. И может быть, кто-то свяжет с ним свою жизнь. Так рассудили хозяева православного поселка Марин Ключ, что неподалеку от Екатеринбурга, и предложили принять гостей. А ресурсный центр семья Дмитрия Солунского организовал путешествие детей. Мы пытаемся рассказать, что делать добро легко – это может делать каждый. Вот вроде бы поселок Марин Ключ. Что они могут сделать? Они могут принять у себя детей и показать им фермерство. Любой человек, любой бизнесмен, предприниматель, торговец, не знаю, на рынке – он может делать добро для детей. Для этих, которые не совсем в жизни социализированы, не совсем понимают, что такое жизнь вне детского дома. И поэтому это могут быть различные люди, абсолютно принимающие у себя этих детей и рассказывающие им, что такое жизнь вне детского дома. Эта ферма, на которой детишки с таким восторгом кормят корову, козу, кур, коня, появилась буквально год-два назад. Она возникла при поселении Марин Ключ. Поселок Марин Ключ – это в настоящее время участок земли, на котором только начинается строительство. Основное население здесь будут составлять православные, поэтому в центре будет располагаться часовня. Сейчас на ее месте стоит крест. И есть еще несколько участков, куда можно присоединиться и тоже здесь поселиться. Сейчас в поселке порядка 26 семей, в том числе два священника. Идея – жить вместе с едиными по духу людьми, заниматься здоровым сельским трудом, самим строить часовню в честь преподобного Серафима Саровского и обустраивать дома, поддерживать большие семьи, чтобы под одной крышей собирались разные поколения. История такая, что нас благословили, купить землю, собрать человек 100 людей и организовать такое не то, что поселение, но просто, чтобы были люди на земле, чтобы могли работать своим трудом, чтобы был свой трактор, чтобы могли помогать друг другу. Люди все очень спокойные, неконфликтные, семейные. То есть мы изначально выбирали, чтобы были семьи, раз много земли, значит, должна быть большая семья, чтобы дети, внуки жили где-то в одном месте, не разбегались по этим, по разным городам и деревням. В ходе посещения самого Марьи на ключа ребята пообщались со священником, поучаствовали в своеобразном уроке труда, а также покатались в сборке и на лошадях. Девочки делают ангелов, а вот мальчики лопаты делают. Это интересно? Конечно. Раньше пробовал? Нет, только первый раз. Свежий загородный воздух, общение с животными, новые навыки – все это принесло много радости детишкам и сопровождавшим их взрослым. Марин ключ запомнится им надолго, и, может быть, кто-то из них сюда еще вернется. Компьютер как средство духовного воспитания. Воспитатели Старооскольского детского сада номер 19 идут в ногу со временем. Они разработали серию электронных развивающих игр для духовного воспитания и успешно используют их в своей практике. Работы педагогов были отмечены на рождественских чтениях в Москве. Уже несколько лет подопечные детского сада занимаются по программе «Мир – прекрасное творение», которая направлена на духовно-нравственное развитие малышей. Интерес подрастающего поколения к высоким технологиям педагоги совместили с изучением полезных вещей. Так родилась первая интерактивная игра «Умники и умницы», посвященная 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Битве умов предшествовала тщательная подготовка. Автор игры и воспитатель Людмила Викторовна Котенёва провела для маленьких интеллектуалов целый курс лекций о жизни в церкви и устройстве храма. Игра даёт возможность не только совершенствовать, но и приобретать новые знания, так как стремление выиграть заставляет детей думать, вспоминать уже пройденное и усваивать что-то новое. Разработка Людмилы Николаевны Котенёвой была отмечена на конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Дети узнают о житей святых, о добродетелях. И возникают у детей, вот уже в активном их словаре, ты поступаешь не по-православному, когда они видят ту или иную ситуацию. Успех подстегнул творческую жилку педагогов детского сада. Логопед Яна Барабанова стала автором четырёх новых игр с использованием компьютерных технологий. Компьютерные игры заключают в себе массу красоты, массу материала, доступности, наглядности. Но мы подразумеваем, что это должно быть очень дозировано. Поэтому, используя методику, которую предлагает наша программа, мы постарались дать как можно больше знаний, но они очень содержательные и короткометражные. Разработки педагогов достаточно сбалансированы. Ребёнок не только работает за компьютером, но и является активным участником действия. «Ангела своего передаю, а вы, пожалуйста, подумайте, какое волшебное слово скажете. Передайте его другу. Возьми, пожалуйста, ангела и придумай волшебное слово». «Пожалуйста». «Здравствуйте». Яна Барабанова предложила интерактивную викторину и для взрослых. Добродетели. «Опрос десятый. Сострадательное, доброжелательное, заботливое отношение к другому человеку». «Милосердие». «Милосердие, конечно же». «Была потребность в использовании этого материала методически правильно. Поэтому приходилось обращаться и к наставникам своим, приходилось обращаться и в наш кафедральный собор, где батюшки проверяли этот материал». Можно долго спорить о преимуществах и недостатках компьютерных технологий. Но факт остаётся фактом. Без них нашу жизнь сегодня не представить. Эксперимент с играми – достойный пример настоящего педагогического творчества и грамотного использования инноваций. Компьютер стал эффективным материалом для обучения и средством духовного воспитания. Педагоги родничка обещают не останавливаться на достигнутом. У творческого коллектива уже появилось несколько новых задумок. К другим темам. В Астрахани прошла презентация вики-справочника православной храма и монастыри Ахтубинской епархии. Авторами проекта стали представители областной библиотеки имени Крупской, музея-заповедника, государственных архивов Астраханской и Волгоградской областей. Справочник создан по принципу Википедии, но он не только размещен на сайте, появился и его печатный вариант. Подробности в сюжете Римма Хохловой. В реализации проекта по созданию вики-справочника о храмах и монастырях Ахтубинской епархии участвовали не только государственные организации и священнослужители, но и добровольные помощники. В шести северных районах региона была собрана информация о 132 не только на недействующих, но и разрушенных православных святынях. Наиболее интересная страница этого справочника, наверное, это те события, которые происходили с людьми. В жизни данных опубликованных приходов, церквей и, конечно, сама история внутреннего убранства самих храмов, приходов и монастырей. Вспомним прошлое, возрадуемся настоящему. Участники проекта собирали материал по крупицам. Архивные документы, воспоминания прихожан, исторические сведения в литературных источниках, старинные и современные фотографии. Но сегодня астраханцы смогут узнать об истории Ахтубинской на Тайской епархии не только на сайте. Вышло свет и печатное издание справочника. В нем 250 незабываемых страниц. Был интересен сам процесс поиска. Когда мы начинали работу, мы не представляли ни масштабы, ни объемы. Ну, мало что представляли вообще. Где-то мы чувствовали себя следователями. В книге не только информация о храмах и монастырях, но и рассказы о 130 священнослужителях. Некоторые из них причислены к лику святых и священно-мучеников. Подобный проект, говорили собравшиеся на презентацию справочника астраханца, это еще один шаг к патриотическому воспитанию. Это труд, который дает определенный, наверное, не только старт, дает развитие духовно-нравственному воспитанию. Действующий храм объединяет вокруг себя. Это же не только православные люди. Это люди, которые дарят добро, которые занимаются благотворительностью, которые, наверное, просто живут нормальной жизнью внутри, с любовью к себе и к Богу. В печатном варианте помещен и библиографический список выявленных источников. Быть может, он сподвигнет кого-то и к дальнейшим историческим изысканиям и открытиям. Каждый желающий сможет ознакомиться с книгой в библиотеках Астраханской области. Поступит она и в приходы Ахтубинской епархии Астраханской митрополии. В 200-летию со дня рождения святителя Феофана Затворника Вышинского посвящена художественная выставка «Выше. Приутешительная и приблаженная». Экспозиция продолжает свою работу в Музее Храма Христа Спасителя в Москве. Ее подготовил Успенский Вышинский монастырь, в котором более 20 лет в затворе пребывал святитель Феофан. Прославленный в лике святых Русской Церкови в 1988 году, как подвижник веры и благочестия, святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение современного ему общества. Сегодня любимая им обитель возрождается. Об этом красноречиво рассказывает новая выставка. «Выше. Приутешительная и приблаженная». Так называл обитель, прославленный в лике святых Русской Православной Церковью, святитель Феофан, который избрал ее местом своего затвора и духовного подвига. О монастыре он писал, «Выше можно променять только на Царство Небесное». Выставка позволяет познакомиться с этим прекрасным уголком русской земли, не выезжая из Москвы. «Выбраны работы совершенно разных художников, даже какие-то работы, что-то сами сестры фотографировали. Но мы выбирали просто то, что нам больше всего понравилось. И обязательно хотели отразить то, что было, вот, допустим, корпус святителя Феофана, и каким он стал сейчас. В нем сейчас открыт музей святителя Феофана. Вот. Ну вот, надеемся, что эта выставка, вот в Храме Христа Спасителя, она послужит делу тоже прославления святителя Феофана». Картины, выполненные в технике фотопечати на холсте, отображают историю обители от времен Лихолетия до сегодняшнего дня. О том, как шаг за шагом Вышинская обитель возрождалась, вспоминали на торжественном открытии друзья монастыря, те, кто помогают в ее восстановлении, кто с особым почитанием относится к святителю Феофану. «Вот эта выставка мне напоминает живую вышивку. Когда приезжаешь туда, то испытываешь примерно то же самое. Удивительная красота, ни с чем не сравнимая. Чистый воздух, который даже в этих фотографиях чувствуется. И удивительнейшие краски. Но все-таки ехать выше надо». Сегодня в обитель призывают золотые кресты. На фотографиях величественно возвышаются храмы. Реставрируемый сегодня Христорождественский собор, Солнечно-желтый Казанский собор и самый старинный храм обители в честь успения Божьей Матери. Наиболее интересна серия вот этих фотографий келейного копуса, где 22 года в затворе профел святитель Феофан. Здесь виден даже балкончик, на который он выходил, чтобы подышать воздухом, оставаясь незамеченным для окружающих. Сегодня в этом здании музей святителя Феофана. Великий угодник Божий, который ревностно служил в церкви литературными трудами, переводами в святоотеческой литературы, толкованиями священного писания, трудами в области нравственного богословия и обширной перепиской с разными людьми. И совершил огромный подвиг, который состоит не только, собственно говоря, в самой аскезе, в уединении от мира, но и в постижении мира Бога и человека через создание удивительного рода литературы. И эта литература, она и сегодня очень актуальна. Это литература, которая помогает человеку спастись в этом бурном мире, но она и предупреждает общество о тех грозящих опасностях, которые подстерегают общество, которое отказывается от своей веры, от своей идентичности, от своих корней. 200-летие со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Этот праздник будет особенно торжественно отмечаться на Выше, в месте с угубок подвигов святителя, где провел он последние 28 лет своей жизни. Выставка – только первое мероприятие в череде юбилейных событий. Посетить ее в Музее Храма Христа Спасителя можно до 3 марта. В Центральном Доме Художника в Москве открыта выставка архитектуры и церковного зодчества «Дары». На ней представлены лучшие проекты храмов современности. Инна Тихонова с подробностями. В Центральном Доме Архитектора открылась необычная выставка. На ней в фотографиях и макетах представлены лучшие проекты постройки храмов, работы современных архитекторов. Они отобраны по результатам смотра конкурса, проведенного накануне при поддержке Московской Патриархии, Союза Архитекторов России и Гильдии Хромоздателей. Синтез традиций и новаторства – такова отличительная черта большинства представленных работ. Специалисты в области храмового зодчества отмечают, что именно такое сочетание необходимо для успешного развития церковной архитектуры. И важно не только с точки зрения теоретического осмысления, важно понять, в какой точке мы находимся и что такое храм, который соответствует церковной жизни сегодня, в 21 веке. Нельзя отказываться от традиций, но не следует и замыкаться на них. Необходимо учитывать особенности нашего времени, потребности церковных общин. Такова основная мысль конференции «Современные храмы строительства. Традиции и перспективы», состоявшейся в тот же день в Доме архитектора в рамках 23-х рождественских образовательных чтений. Сложный, наверное, вопрос. Каким должен быть он? Должен ли он идти в сторону развития современной архитектуры? Должен ли он продолжать традиции? Конечно, и то, и другое нужно. И еще много у нас требований к храму, потому что храмы бывают большие и дорогие. И те времена, в которые мы строили храмы большие и дорогие, они, может, для Москвы будут только характерны, но для провинции, я имею в виду такой дальних епархий, возникает необходимость в поиске образа простого ясного миссионерского храма, расположенного в небольшом поселке. Конкурс на самый современный храм проходил по нескольким номинациям. Собор на тысячу-три тысячи человек, городской, приходской и малые храмы, а также быстровозводимый малобюджетный храм. На выставке представлены наиболее интересные из 214 присылных работ. Стоит отметить, что финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви впервые проводит мероприятие, посвященное современным задачам церкви в области строительства храмов и творческим вопросам храмоздательства. 31 января наш телеканал отметил десятилетие. Накануне юбилея Польская Православная Церковь наградила коллектив православного телеканала «Союз» орденом Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Вручение награды состоялось в Кафедральном соборе в Варшаве после Божественной Литургии, которую возглавил архиепископ Варшавский и всея Польша Сава. От имени Святого Собора Епископов Святой Польской Автокефальной Православной Церкви орденом Святой Равноапостольной Марии Магдалины второй степени награждается православный телеканал «Союз» по случаю десятилетия деятельности и за всемирную проповедь богатой духовной культуры православия. Предстоятель Святого Собора Епископов Сава, православный митрополит Варшавский и всея Польша. Святого Сава, православного митрополита. Аксиос! 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 Большое спасибо! И желаю вам еще не 10 лет служить. До конца века проповедовать истину Господню для мира в целом, для любящих и ненавидящих, для осуждающих и тех, которые восхваляют на каждого человека. Слово Божие просвещает всех, ибо это есть орудие Божественного дня. Помогай Богу, Господь! Православный телеканал «Союз» в Польше не воспринимается как какой-то чужеродный телевизионный продукт. Очень многие православные поляки смотрят его, причем смотрят с большим воодушевлением, интересом. И на самом деле это может послужить вот эта награда, которую сегодня вручил митрополит Сава всему телеканалу «Союз». Она может послужить дальнейшему развитию отношений между польской и русской церквями и послужить единению православных народов. Канал «Союз» для нас очень важен, потому что мы из этого канала очень много узнаем про то, что происходит в православном мире. Какие догматические течения, какие современные запросы верующих и находим ответы. Так что наши верующие очень часто смотрят, тем более что русский язык для большинства православных язык второй как бы по душе, где спокойно разговаривают. Может не все точно понимают, но большинство того, что передается, для них понятно. С другой стороны, это самая великая кафедра проповеди православия всему миру. И поэтому сегодня награждание не за то, что 10 лет работает, а за то, что хорошо работает. Если бы даже работал один месяц на таком уровне, то уже это достойно того, чтобы поблагодарить ему. На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня, в неделю о мытаре и фарисее, день памяти двух святых, преподобного Макария Великого Египетского и святителя Марка Архиепископа Эфесского. Наступает сплошная седмица. В понедельник будет совершаться память преподобного Ефимия Великого, а во вторник преподобного Максима Грека. В четверг состоится празднование в честь собора Костромских святых. На пятницу приходится день памяти блаженной Ксении Петербургской. В субботу молитвенно вспоминается святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский и священномученик Владимир, митрополит Киевский. А в следующее воскресенье, неделю о блудном сыне, церковь почтит собор новомучников и исповедников Церкви Русской. В этот день также будет совершаться поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Об этих памятных датах и других торжествах мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok